23-й Аксаковский праздник подходит под знаком 190-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова. Великий прозаик, русский поэт, а также политический деятель 19 века. В мемориальном доме в его честь открылась выставка. Я привез подарок, поэтому я хочу передать его Михаилу Андреевичу. У нас сейчас эпоха, вы знаете, мы только что французов победили. Сейчас находимся в Европе, скоро будем весной будем в Париже, в марте. Сейчас покажу, покажу, да. И, да, это пантеон нашей русской славы, связанный с войной 12-го года, с заграничными походами. И это, мне кажется, это та гравюра, иллюминированная гравюра, которая здесь очень даже пригодится. Михаил Андреевич, получайте подарки. Спасибо. Сегодня создается крупнейший торговый комплекс в республике, в городе Уфе. И одновременно открывается эта замечательная выставка. Но вот мы с Сергеем Александровичем решили все-таки, что духовное должно победить. Для того, чтобы возродить в Уфе ту высокую культуру, которая была, есть, надеюсь, и будет. К сожалению, вот последние 10-15 лет был определенный, так сказать, откат. Сейчас мы считаем, что и молодежь начинает интересоваться. Но для этого нужны вот такие знаковые события, для того, чтобы привлечься и интересовать молодежь и общество. И поэтому всем огромное спасибо, кто приехал, кто поддерживает город Уфу, республику в этих вопросах. Ну и, конечно, семья Аксакова – это просто выдающаяся семья для нашего города. Здесь даже обсуждение не подлежит. Это фактически синоним Уфа и Аксакова. Спасибо. Ну и мы дальше будем продолжать развивать в том числе и этот праздник, и отношения наших горожанок, жителей республики, страны и зарубежья к нашему одному из великих сынов республики Машкортостан. Я была приглашена, и я уже второй раз в Уфе, и мне очень хотелось возвратиться судье, так я была очень рада, что получила приглашение, могла показать город тоже своему супругу, который здесь еще не бывал, и он тоже сразу сказал, что ему очень-очень нравится. И мы оба говорим, что надеемся, что это не будет в последний раз. Мы хотим создать русский культурный центр в Баден-Бадене, потому что не только он был в нашем городе, были Достоевский, Лев, Толстой, Гончаров, Жуковский и другие. И все, там следы всех в нашем городе. Вы видите, как мы связаны с русской литературой, намного больше, чем с немецкой литературой. И это, конечно, интересно, я думаю, насчет Баден-Бадена. Наверное, вам надо ждать. Вы бы мне какой-нибудь концепт вождали.